Все там нажали, ты чё, конечно. Так у тебя этот стоит сразу. А мы с ногами? По какому? По куду мы вообще? По коленях. Это непереводимое сочетание буфх, не значащее ничего. Мы просто на тот момент... Мы вообще не понимали ничего про нейминг и про то, как это делается. И решили просто придумать странное название, которое бы выделялось. Вот оно и получилось у нас. Успех в общем понимании пришел спустя года три, наверное, когда нас начали продавать в магазинах по России, когда мы договорились с московскими сетями. Ну, это такое признание локальное. Признание лично для нас, мне кажется, пришло, когда нас начали замечать на Западе, освещать наши релизы на Хайбисте, на Хайснабайте. И мы начали ездить в Берлин, ездить в Италию, знакомиться со всеми. И люди начали понимать, кто мы, что мы. Вот. Федя у нас в команде два года, ты застал момент признания, что для тебя он. Мне кажется, показатель успеха – это когда хейтят. Я сейчас слышал хейт в нашу сторону. Я думаю, если ты что-то непримешательное делаешь, то никто… Да, то никто ничего не говорит. Мне большое внимание. Я до основания бренда занимался продажами различных товаров, можно так сказать. Я продавал про все, что двигается и не двигается, пытался заработать как-то на жизнь себя. Вот. Федор, а ты чем занимался? Я занимался дизайном. Всю жизнь? Всю свою жизнь, сколько я помню. Ну, поэтому, да, поэтому Федор наш главный дизайнер. Команда у нас основная в Зикандионе не очень большая. Мне кажется, у нас работает человек десять. Мы не часто обновляем наш состав. Это раз в год у нас появляется новый сотрудник. Вот. Обычно это происходит, когда очень сильно прижмет, в принципе, как и у всех, наверное. И, не знаю, каким-то образом подворачивается, какие-то варианты мы из них выбираем. Хантить мы не хантим особо, охотиться не охотимся за кадрами. Как-то все вот вокруг нас собираются просто те люди, которые вливаются так успешно в нашу команду. Вот. В SoFresh и в других наших проектах у нас там штат побольше. В SoFresh там порядка 35 человек работают. Но там более простые задачи и там команды побольше. Члены нашей команды под свои задачи ищут себе исполнителей. Скорее так. Потому что, если честно, 99, наверное, процентов входящих обращений нам не подходит. Мы просто, не знаю, у нас свой подход. Мы глубже подходим к идее, к реализации ее. У нас есть, мне кажется, завышенные такие перед собой цели и задачи. И, выполняя их, мы вот на таком уровне и существуем. Потому что, может быть, многие просто ставят себе слишком слабые цели. Вот. Мы ставим цели всегда сложные. И стараемся... Мы не стараемся специально выделяться. Как-то само собой получается. Последние два года мы с каждой коллекцией стараемся сделать сложнее каждую новую коллекцию и больше, чем предыдущая. Вот это на сегодняшний день самая большая наша коллекция. Самая сложная в плане кроя, материалов, ассортимента. Вот. И, наверное, то, как мы ее задумали, так она и получилась. Это главное ее. Да, в общем, у нас стояла цель сделать, ну, самую лучшую нашу коллекцию. Вот мы ее и сделали, мне кажется. Ну, говорить про то, что никто вообще не делает, ну, такого объема коллекции. Ну, объемом, конечно, судить нельзя, но мы не могли сделать меньше вещей, потому что наши идеи просто не помещались в объем, там, 30-40 вещей. У нас в коллекции порядка 100 артикулов, и было там 200-250 было. И вот мы отобрали 100 лучших, и гордимся очень этим релизом. Стиль — это, ну, такой дочерний наш бренд. Все наши бренды работают друг на друга, мы обмениваемся аудиторией. У нас единая команда, которая всем этим занимается. Стиль туса — это вечеринка прежде всего для себя. Так она начиналась в 2016 году. Быстро обросшая множеством поклонников. Стиль туса закончила свое существование в 2017 декабре, потому что этот формат нам наскучил. Вот, и мы хотели сделать что-то другое. Придумали стиль семья, потом придумаем что-нибудь другое. Этот бренд будет жить 100% и радовать дальше всех. Мы летом готовимся поехать к поездке в Париж на неделю моды Pre-Fall, где впервые будем представлять зимнюю коллекцию байерам, европейским, азиатским, всем, кто посещает эту неделю моды. Мы готовимся к Faces Laces, всех приглашаем туда из ближайших городов, потому что это самое главное событие в России. И будет футбольный пэк совместно с Nike. Это новая наша коллекция, которую мы очень ждем. Она выйдет в июне под чемпионат мира по футболу. У нас будет тур по городам, он начнется в ноябре. Будет проходить где-то полтора месяца. Мы едем в тур всей нашей командой с поддержкой бренда Burn. И посетим шесть городов. Мы желаем углубиться в вопрос и попытаться стать профессионалами хоть в чем-то. Потому что любое дело, если ты, не знаю, сантехник или кладешь кирпичи, и если ты делаешь это круто и профессионально, то ты востребован. И нельзя просто сделать майку и быть брендом. И даже если это чисто коммерческий проект, ты думаешь, что мне это просто нужно ради денег, то вряд ли они у тебя будут. И это надо делать с душой и быть более профессиональными. Я дам такой совет. Федя, ты какой дашь совет? Я... Кто им? Сюда и теперь кто? Благодарим всех ребят. Мы стараемся для вас. Мы сутками проводим за обсуждениями новых коллекций, новых лукбуков и новых событий. И будем продолжать. Будем радовать вас релизами. От себя хочу добавить. Больше путешествуйте, ездите по миру. И не бойтесь носить модную одежду. Йоу. Спасибо. Еее. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok